ну вот и все я поставил движок собрал его вот осталось мне здесь охлаждайку я уже залил масло в двигатель я залил вот значит как реализовал трубки ну то бишь подача так вот обратку то бишь сделал кольцом тем самым она сам саму магисталь чуть-чуть сюда дают и она не прикасается к рулевой рейки и ничего не пришлось обрезать вот что еще воздушок осталось сейчас он прокинул проводочку уже вот штатное место вывел проводка у меня тут в печальном состоянии сейчас буду делать придется сейчас наращивать провод датчика скорости какие-то датчики придется укорачивать какие-то наоборот добавлять посмотрим что к чему почему все по подсоединяю потом покажу как это все сделал в новую гофру все зафигачу вот и потом уже остается непосредственно в салоне проводка я пока пару датчиков удлинил один укоротил укоротил я дальше положение коленчатого вала вот пару дорастил в горф в гофру пока еще ничего не закидывал тут еще надо добавлять еще укорачивать блин уже прошло с предыдущего видео очень очень много времени как бы все не получается руки не доходят вот воздушок я поставил то бишь вот так учил человеку давал человек пока едет вчера только забрал вот в предыдущий момент это было дня два наверно назад как я снимал что значит оставляем еще оставляем тросик наш обычный карбюраторный то бишь он как бы подходит все если вы хотите хотите самороциску купите уже инжекторную как бы под инжекторную версию в принципе все работает все нормально по салонной проводки я и был подключил вот вот это все значит вот 8 пиновая подключил пока только два контакта первый вот этот желтый у нас уходит на замок зажигания у меня замок зажигания старого образца и я его прикрепил вот к этому контакту то бишь он получается ну плоский да вот вот так вот все остальные даже я сейчас не могу сказать какой контакт это то бишь все методом тыка зажигания включил раз здесь есть выключаю нету напруги вот ну вот это так лампочка чек это получается вот этот красный красный провод он у меня пока пока что его подсоединил вот на подсос тут же я буду через него ввести еще давление масло там тахометр махометр скорость вот задним вот подадим на баз значит вот так вот то бишь минус пока что временно чтобы хотя бы завести машину попробовать сделал такой минус как бы от штатного ну вот старую проводку я спросил вот с новой то бишь два провода один я добавлял этот белый просто у меня его не было в колодке то бишь это уже не помню какой где короче один на указатель топлива другой на резервную лампочку сросил вот с этой новой проводкой тут получается так розовый розовый и вот этот синий с красной полоской это который указатель топлива и указать ну резервная лампочка все остальное плюс-минус на баке всего четыре провода вот человек приедет у меня аккумулятор сел зарядка аккумуляторная сдохла бы на меня такая китайская скажем так заведем посмотрим что он будет ну все до следующего видео значит парни такой вопрос не вопрос что у меня сейчас случилось пытался завести машину человек приехал у меня стартер не крутил думаю что за проблема снял стартер так проверил крутит обратно все поставил минус дополнительный кинул на стартер вроде бы закрепилось все потом начал пробовать заводить не заводится перепроверил фишки мало ли может что профукал хотя в принципе как говорят что можно нет их не поменяешь фишки но по факту вот фишка модуля зажигания вот она модуля зажигания и фишка сколостого хода они похожи только расцветка у меня по крайней мере расцветка разная они что тут вставлялся и нормально что это вставляется нормально в оба разъема вот вроде бы посмотрел поискал вроде бы все вроде поставил все равно не заводится давай в интернете шукачо может быть нашел на ю тубе видео автоэлектрика и он вы типа есть то может то 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 проверить полез короче гну естественно в дпк вы датчик положения коленчатого вала проверил бензонасос срабатывает на реакцию ключа значит топлива по-любому идет вот начиная сейчас проверять импульс на минусовой импульс подачи на форсунки сожгута просто отсоединил от рампы косу подключил контроль q начинаю крутить крутить причем именно непосредственно про просто короче замыкаешь старте все она завелась я в шоке на самом-то деле что она завелась я не знаю сейчас я обратно все подключил посмотрим сейчас это мой уже наверное пятый или шестой раз как я пытаясь зависеть только вот первый раз она мне подала признаки жизни вот по баку если у вас вы нормально все подключили то вы должны были слышать вот работал насос бензобака ну пробуем давай давай блин аккумулятор сел все вздох аккумулятор к сожалению раз поставлю на зарядку пока потом чаек попью там вот знаете поковыряюсь вот ну потом тоже буду покажу заведется не заведется да у меня еще в момент такой у меня то стоит был bosch взял в руки и божьбы я думал что обойдут без апс а ну-то иммобилайзер в итоге пришлось все таки поставить его знаю сейчас заведется машина если заведется попробую его отключить потому что вот он он сам вот он блок я провода как полагается сомкнул если кто не знает 9 18 провод на иммобилайзере на самой фишке считаете их просто между собой смыкает не только в том случае если у вас непосредственно в был отключены черты ключи грубо говоря до иммобилайзера вот ну так как я не знаю все это не там или нет потому что снимал когда всю проводку она была так поставил так не знаю посмотрим ну пока что все дальше будет видно парни завел я свою малышку тут много пар идет водичка туда налилась вот не поверите то вот у реально проверил только это датчик положения коленчатого вала там видимо где-то проводок чуть-чуть отходит но это я потом доделаю главное он работает парня он работает сейчас заведу покажу громко выхлопной еще нету лежок пока что стоит работать неустойчиво прикольно так это у меня где-то вот он выкоблучивается реле стартера защитить поправил сейчас должен завести вон чуть-чуть но ну вот надо еще ремешок чуть-чуть подтянуть и будет чики-пуки я чуть еще до ремешок надо подтянуть ну но он уже работает он уже все это шло 6 на мощь ну все до следующих встреч